Я сейчас посмотрю, сколько мне надо. Давайте мы возьмем 11 грамм на каждую ножку. Мне кажется, что это будет нормальный такой, не сильно большой размер, и в то же время не глянющие ноги. 11 граммчиков на каждую ножку. Взяли наши 11 грамм и начинаем делать ножки. Скатали шарик и начинаем вытягивать нашу капельку. Вот так вот на ладошке вот она у нас вытягивается. Наша ножка. На столе, либо на пальчиках, где удобно. Пробиваем и вытягиваем такую лапку. Сантиметра получается 4. Здесь у нас получается 2,5 на 2. Вот такая вот худенькая ножка длинная. Я думаю, тут ничего такого некого, но я от себя этим подобавлю, потому что мне кажется, это уж совсем. Мы сделаем вот такие вот, знаете, как у этих лапочку. Мне кажется, так будет намного няшнее. Для тела я взяла 28,5 грамм. Сразу смазываем клеем. Тело у нас длинное худое, по высоте 5 см. Нижняя часть 3, верхняя часть 1,5 см. Здесь площадка у меня 1,5 см, здесь 2,5 см. Все. То есть телом мы там не паримся, о каких-либо замазываниях швов тоже не идет речь, потому что мы все это будем накрывать платьем. Теперь мы делаем следующее. Это мы сделаем в ней голову. И пока у нас тельце будет подсыхать, мы будем одевать на него платьишко, и наша голова тоже будет лежать отдельно и подсыхать. Сейчас 44 грамма мы берем на голову. Смотрите. Скатываем шарик. Стараемся, чтобы не было заломов, чтобы не было каких-то трещин. И раскатываем наш вот этот шарик. Как только все это у вас получилось, мы начинаем его слегка укатывать. То есть визуально мы делим нашу голову как бы на 2 части. И слегка ее подкатываем. Как мы с вами тельце делаем, вот игрушку такую создаем. Вот и здесь так же. Теперь нам нужно сделать следующее. Вот сейчас у меня голова 4,5 см, нижняя часть 3,5 см, верхняя часть 3 см. Грубо говоря, вот так. Теперь смотрите, нам нужно сделать следующее. Мы берем пальчиками и делаем вот так. Такой легкий зажимчик. Вот, видите, появилось место для наших глазок. Такой легкий зажимчик. Теперь нам нужно сделать ротик. Ну а для этого, у них тут и зубки какие, прям ну вообще. Для этого мы берем, посерединочке тоже сделаем вот такой, как зажимчик и начнем выводить щечку. Так вот, аккуратненько. И такие пухнястики такие интересные. Таких никогда не делал. Поэтому не знаю, насколько хорошо у меня все получится, потому что это не мой стиль. В плане того, что я леплю немножко по-другому. Начинаем выводить вот эту мордашку. Такая у них голова. Я думаю, носик мы подтянем немножко сюда. Как-то тут, знаете, так ярко выражено. Вот так. Сделали. И теперь сделаем здесь розовый носик. Для этого возьмем маленький кусочек розовой мастики. Смешаем его с кусочком белой мастики. Он должен быть такой нежный-нежный. Вот такой нежный-нежный-нежный. Кремний носик. Но он такой маленький. То есть тут взвесить у меня, скорее всего, не получится. То есть, визуально, смотрите, какой он небольшой носопылчик. Все, я его пока не трогаю. Это я для себя поставила, чтобы не видеть, где остановиться. И теперь мы делаем им ротик. Это уже очень интересно. Я не знаю, насколько я правильно его сделаю. Делаем вот такие две дырочки. Берем скальпель. Разрезаем. Разрезали. И ротик наш начинаем как бы приподнимать. Вот так. Вытащили. Здесь тоже немножко вытащили. Скальпель. Все, теперь нос убирает. Я. И делаем вот такой разрез. Вот смотрите, какой у них получился интересный такой ротик. Такая мордулька. Наша губа. Вышла. Вот теперь надо вот этот носик нам подтянуть. Обозначить его. Там сильно мордашка вот эта, она не сделана сильно. Ярко выражена. Носик у меня что-то тонковат. Подтягиваем потихонечку наши вот эти вот. Если мордашка опускается, значит залезаем туда и слегка ее как бы приподнимаем. Она не должна быть закрытой, она должна быть именно такой вот открытой. Вот так. Теперь клеим наш носик. Проверяем ее, ладно. Проверяем ее. Вот так. Вот так вот. Супертик. Такой вот маленький. Сколько у нас? Сготавливаем место для наших глазок. И еще здесь у нее зубы. Маленькие беленькие. Берем белую мастику и делаем зубы. Клиночек появился. Привет, зайчик. Не за что. Я же всегда стараюсь помочь. Если в моих силах, я всегда, вы знаете. Делаем зубки. Тоже берем небольшой вот такой кусочек и вставляем в ротик. Я надеюсь, что он получится такой, как ты заказала. Вставляем вот сюда зубки. Такие они маленькие у меня. Зубаньки у нее. Такая царька у нас получается. И теперь надо нам нарисовать ей глазки. Глазки у нее рисованные. Поэтому мы подготавливаем, максимально выравниваем себе площадочку. Вот эту, где мы будем рисовать глазки. Вообще, вот всем девчонкам, кто только начинает рисованием заниматься, да, я знаю, что частая проблема, один глаз такой, другой глаз такой, делайте тогда так. Просто берите и стеком рисуйте себе наметочку, какой будет у вас глазик. Вот вы его наметили, и вы по этому контуру потом будете рисовать. И вам будет намного проще, чем если вы сразу начнете рисовать. Во-первых, вы нарисовали, вы видите, ага, этот глаз такой, а этот глаз такой. Вот этот я сделала выше, а вот этот я сделала нише. Всегда можно вот так подтереть пальчиком и, если что, по новой нарисовать себе глазик. То есть самое главное все это сделать сразу, а не потом, потому что с белой мастики и вообще очень тяжело эти краски снять. Поэтому лучше всего как можно меньше грязи, то есть лучше заранее все это дело прибрать. Теперь достаем наши белевые красители. Берем кисточку, единичку. Берем кисточку, единичку. Берем кисточку, единичку. Вот такая у нас получилась голова. Сейчас мы ее примерим к нашему платью, что она была кисточку. Вкручивающими движениями. Вот так. Вставляем нашу гуду. Получается у нас вот такая вот лайка. Так, на каждое ушко мы с вами возьмем по 7 грамм мастики. Ну, прям как я отрубала, представляете, одинаково. На каждое ушко по 7 грамм мастички. Раскатали капельку. У меня это 5 сантиметров. Нижний край широкий на 1,5, верхний на 0,8. Делаем одинаковые ушки. Обязательно сравниваем. Помним, да, чтобы все у нас было одинаково. Все обязательно всегда сравниваем. Я вот хочу их немножко сделать потоньше, пошире. Потому что вот такие уши толстые мне не нравятся. Поэтому я их немножко расширю. Я вам скажу, насколько сильно. Так, такие шаги. Опять же сравниваем все обязательно. Получился он у меня 5,8. 2,5, 1. Такие ушки. И вот здесь кончики я ей сделаю плоскими. Так вот. Черным и синим. Работала. Черный и синий. Нет, не собиралась лепить козу у Сфердинанта. Сделали. Приклеиваем. Наши ушки. Я вот еще люблю их вот так слегка заворачивать. Как волосики, знаете. Так, и теперь начнем делать ей поту. Итак, раскатываем потоньше нашу мастичку. И начинаем делать вот. Ну, я буду делать с такими ручками. Вот, смотрите какой. Нежный. Да? Вообще класс. Как раз розочки. Мне так понравилось. Надо сделать с розочками. Так, сразу здесь себе предупреждаю все это дело. Срезаем, делаем ровный край. Пальчиком аккуратненько проходимся по нему. Обязательно. Тогда будет тоненький такой край. И будет смотреться более красиво, более аккуратненько. И здесь тоже. Я поделю на две части свой кусочек. Это у меня по ширине получилось 4 сантиметра. Ну, по ширине, смотрите, где-то по 16 сантиметров кусочки я сделаю. Но, может быть, все не уйдет. Я не знаю, сколько уйдет. Такие два кусочка на платьишко. И теперь мы делаем с вами вот такой защип. Вот так вот, видите? Видно, не видно. Раз, два. Получается красивое очень. А, мне понравилось. Видите, как у меня здесь складочки такие красивые, аккуратненькие. Мы делаем такие складочки. Красивые, аккуратненькие. Сразу скалкой слегка примяли. Все лишнее отрезали. Получилась у нас вот такая ёлочка. Давайте примерять. Да я уже другой заказала. Тот же не пришел. Мне ж вернули денежку. Я ж вроде рассказывала. Ждала, ждала. Ждала, ждала. А он в итоге и не пришел. И слой. Мы с вами сделаем ей здесь небольшую такую, как... Ну, как у невесты эту штучку. Сейчас я вырежу. Хочу сделать просто небольшую. Ильф, вот, помню. Чё, мяч, давай. Какая ж ты маленькая у меня. Совсем маленькая. Хочу, я тут такой кузьма взяла, а тут вырезать, вырезать, вырезать и ничего не это. И сделаем ей ручки. Би грамма мы возьмем на каждую ручку. Да, желательно, потому что у каждого холодильник... У кого-то холодильник сухой, у кого-то с влажностью. И потом вахля будет. Так, смотрите, 3,5 сантиметра каждая ручка. По 3 грамма на каждую руку я взяла. А, в руках у нее ничего нет. Ручки вот так вот просто сложим здесь. И все. Фату буду делать с остатков. В этот раз делаю такой, самый обычный, защипульку такую. Скалочка прошлась. Такая у меня фата. Сахарную бумагу не нужно покрывать белью. Так, все геробно. Ну, павель. Такая вот. И я бы сделала ей вот здесь на макушечке. Здесь я не знаю, что это вообще непонятно. Что-то бантик или что. Или какая-то партия фигня. Ну, я не буду такое делать. Я сделаю ей вот такие. Красивые. Как жемчужинки. И все. Да, да. Вот Анжелка, зайди к Свечке на канал. Там отличная кружева. Она совсем недавно его услугала. Вот так, смотрите. Делаем такой же гутик с котами. И делаем такие. Берем нашу розовую мастичку. Вот так. Делаем розочки ей такие. Можно сделать свидетельство молд. Для маленьких розочек. Конечно же, воспользуйтесь. Здесь больше работы показано. То, что если у кого нет. То есть, мы скатали жгутики. И делаем вот такие вот розочки. И делаем еще листиков. То есть, скатаем маленькие капельки такие. Ааа, не падает. Делаем листик. Вот такая красотка у нас получилась. Вот такая вот зайка у нас получилась. По тем же размерам можно делать и мальчика. Только наверх одевать ему штанишки. Ааа, и все такое. То есть, сейчас скажу, сколько у нас. По сантиметрам. Зайка у меня получилось. Сколько? Десять с половиной. А по весу? Лишь бы не развалилась, пока я ее трогаю. Сейчас так все. Даже страшно ее трогать. По весу я, блин, вам не взвешу. Она еще слишком жиденькая. Нет, не буду трогать. А, с весы все у нас, все уши, голова все у вас есть. То есть, примерно вы можете посчитать, сколько по весу она получилась. Не буду трогать, потому что еще она не подсохла. Я боюсь, что у нее отвалятся ноги. Спасибо.